Друзья и ученики, физкульт привет! Это рубрика вопрос-ответ. И сегодня я отвечаю на вопросы, которые нахожу интересными, которые вы оставляете мне в группе вконтакте или здесь на youtube. Вопрос от Гены Перминова, но не знаю это парень или девушка, потому что в некоторых комментариях похоже, что это пишет девушка. Егор, я конечно не смотрела все ваши видео, к сожалению времени не всегда хватает, хотя пересмотрела бы все залпом. Я занимаюсь в тренажерном зале, а не фигней занимаюсь, как было примерно год моих посещений. Три года. Ну и как говорится, с кем поведешься, того программе и тренить будешь. Я с самого начала занималась сама, смотрела youtube, читала, приходила в зал, наушники и пахать. Единственное, мне тренер писал программу раз в месяц. Я занималась и занималась по сплиту. Так вот, в моей программе всегда не меньше 8-9 упражнений. Моя тренировка длится больше, чем полтора часа без разминки. И когда я решила пересмотреть свой тренинг и делала всего 4-5 упражнений, у меня на следующий день не болели мышцы. Хотя я тренируюсь всегда тяжело. Считаю технику свою хорошей. Особенно ноги. Что подскажете? Или может есть ссылочка на статью касательно моего вопроса. Обязательно посмотрю. Спасибо. Друзья, очень часто приходят подобные вопросы. И я хочу вам сказать, а кстати, я это постоянно говорю и в своих видео и статьях, что послетренировочная боль не есть показатель того, хорошо или плохо вы поработали. Поработали ваши мышцы или нет? Нагрузили вы ваши мышцы или нет? Куда важнее ощущение работы под нагрузкой. Но опять-таки, возьмем те же приседания или становую тягу. Как можно чувствовать, к примеру, какой-то отдельный мышечный пучок ноги, руки, спины? Ведь в этих упражнениях, базовых упражнениях, работают абсолютно все мышцы нашего организма. Вы не можете чувствовать, сконцентрироваться только на что-то определенное. Это будет неправильно. Нагрузка распространяется по всему организму. Этим и полезны эти упражнения. Что в плане набора мышечной массы, то в плане и сжигания жира. Не забывайте, что сжигаем мы жир или набираем мышечную массу, это вопрос питания. Тренинг, в принципе, всегда должен оставаться одними тем же. Так же всегда говорил и Дориан Яц, и Ронни Коллиман. Но если вы думаете по-другому, и если ваши инструктора втирают вам об этом, то значит вы не совсем правы, а ваши тренера безграмотны. Ни в коем случае не ориентируйтесь на послетренировочную боль. К примеру, дельты. Мало кто из людей вообще когда-либо чувствует боль в дельтах после работы. Мало кто чувствует боль в дельтах во время работы. Я совсем недавно только научился чувствовать работу дельт, именно когда перешел на тренинг окислительных мышечных волокон. Когда я тренировался чисто в хардкоре, всегда мощно, зачастую до отказа, а это неправильно, то я в принципе не чувствовал никогда работу дельт. Друзья, ориентируйтесь на грамотно составленный сплит, на ваше питание. Выбросьте весы и ленту сантиметровую в мусор. Вы должны ориентироваться только на отражение в зеркале. Если в течение двух недель нет никаких видимых изменений, к примеру, вы хотите избавляться от жировых накоплений, значит вам нужно что-то делать, какие-то манипуляции с питанием при грамотно составленном тренинге. А даже если не тренироваться, но грамотно питаться, организм все равно будет восстанавливаться, избавляться от ненужных жировых накоплений. Конечно, с помощью тренинга сделать это гораздо легче и быстрее. Поэтому, друзья, тренируйтесь, делайте преимущественно базовые упражнения, особенно если вы натуральный атлет. И не забывайте о периодизации. Периодизация это самое важное. И в первую очередь, как это ни странно, именно для натурального атлета. Все, кто из моих учеников или просто кто послушал моих советов, почитайте в комментариях под статьями, под видео, где я говорю о периодизации. Люди просто в шоке от того, как быстро начинает меняться их тело уже через 3-4 недели. Что для меня, в принципе, тоже как бы нонсенс, потому что необходимо все равно хотя бы 2-3 месяца, чтобы видеть какие-то результаты, серьезные изменения. Но периодизация это то, что позволяет вам грамотно тренироваться, не перегружать вашу центральную нервную систему. А не забывайте, что центральная нервная система это наше все, это пункт управления. Если он перегружен, то все другие системы организма тоже не будут работать налаженно и вместе. Вы не получите необходимого эффекта, к которому стремитесь. Запомните, это как в сексе. Я думаю, для большинства из вас важнее качество, чем количество. И тренинг требует точно такого же подхода. Качество, а не количество. Вы можете делать по 30-40 подходов на одну мышечную группу. А можете сделать 10 подходов. Вы можете сделать одно упражнение супер качественно и получить от этого результат. А можете сделать 5 упражнений и не получить ничего. Понимаете? Никогда не ориентируйтесь на послетренировочную боль. Это неправильно. Тренируйтесь, грамотно питайтесь. И при условии хорошего восстановления, ночного сна, вы получите результат. Уже через 3 месяца организм начинает изменения, если вы полный новичок. И через полгода и вы, и ваши друзья, и ваше окружение увидят вас и скажут, что вы изменились. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова